Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня сегодня не будет кулель, потому что это новый выпуск. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Вы заметили, как я часто начала выкладывать эти моменты жизни? Я сама от себя в шоке, на самом деле. На этот раз у нас с вами за декабрь. Да, я понимаю, что Дарья и актуальность — это две несовместимые вещи, но от этого не становится хуже, правильно, этот выпуск? Поэтому садимся поудобнее и погнали смотреть. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ У нас тут детка Чиммер. Калин, стрибишься, Саша, стрибишься. Он спрашивает, как стул и не даёт нам посидеть. Нет, почти не. А ты сидела на нём? Ты на нём сидела? Да. Она так поехала на месте. Веселье, когда тебе 20+. Нет, ну вы посмотрите на этого молодого человека. Он сам прикатил свой домик сюда, чтобы поближе к миске не выходить из дома. У них семья. Юля. А что, семья? Да, сейчас, подожди. Давай, давай. Да я хочу, чтобы они сняли. Они сняли, они сожгли. И это очень хорошо. А, ты нашё там. А, Алекс, поздравляю. Я карем. Друзья, я хочу сказать о том, что в Ашане очень дешёвые книги. Типа, у вас сто двадцать три рубля, причём классно. Смотреть, смотреть. Ходим с Машульчиком, ищем ей шарф. Мне ищем какой-нибудь фуди, и я вам хочу показать, что я нашла. Вы посмотрите, это вельветовая. Забылась, что это панамка. И мне кажется, я среднестатистический райпранчик. Она всегда носила такое каре, какую-нибудь вещичку и панаму. Похоже же. А ещё в Анчимилеме здесь всё. Кто смотрелся в Sex Education, я вам показываю. У них, оказывается, есть какой-то коллаборейшн. Вот, пожалуйста, есть вот такая вещичка. И ещё мы нашли, ещё мы нашли вот такой шоппер. Качество, конечно, отстойки, как обычно, очень даю всё. О том, что есть у нас в России такое. Смотрели в Sex Education, ну? Поскользь, давайте. Ничего не нашло? Нет. Маша стоит здесь, мне еле звонит и говорит, что они не могут нас найти. Вот так, нормально будет? Чё делаете? Делайте полку для кашпо, чтобы Бима туда не забралась. Спасибо большое, ей было очень интересно. Мне кажется, вот я как будто хочу чуть-чуть выше, чуть-чуть буквально. А так? Да. Я хочу лететь ещё. Чё выше. Ну, как уровень? Глаз? Нифига себе. Глаз просто вообще стой. Обалдеть. Бюля. Получается? Да. Большой самолет, нет? А мы сидим с Машей, смотрим на них, как будто в кино пришли. Чичик спринцов. И выше. И выше. Юля, танцуй. Не знаю. Ну-ка, отойди. Всё, съёмка заканчивается. На кого дальше похожи? Ешь это? Давай мясо, давай мясо. У Юли нашли пакет маленьких винов, но я одну взяла. Юля говорит, что я очень сильно обросла. И они говорят, что... Давай мясо. Не так, не так. Давай мясо. Давай мясо. Давай мясо. Давай мясо. Юля, Юля, давай открытие. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что ещё поставить такое? Можно сказать, какую красивую книжку поставить. Самая красивая книжка у тебя. Русский мат. Расскажи про эту книгу нашим зрителям. Что за книгу тебе? Да почему про одну, девочки? Ну что, у меня целое собрание. В общем, мы жили на старой квартире, и там была библиотека. Там у него были книги, которые он хотел выкинуть, но мы их спасли. Покажи, что это за книга. Озорные стихи. Допретные сказки. Русский мат. Толковый словарь. И озорные частушки. И крутые анекдоты. Моменты жизни. А, нет, девочки, я вас... Знаете, у чего проблема? Он с корнем выдрался. Нифига себе. Они, похоже, все такие. Ну, ищи! Знаешь, такое ощущение, как он в этот вверхся в стену. Сколько грамм? У Саши рожает рыба. Нет, не надо. Почти два, четыре, три. Она рожает мальками, представляете? Не икрой, а мальками. Вот они. У нее два мусора. Нет, у нее от камеры. Вот, вот, видно. Макросъемочка. Сематники. Я их спас. За ними бегали, охотили. А кто за ними охотился? Они вообще-то каннибалы, если ты не знала. А она, типа, может родить и слезть? Да, и слопать всех. И что, зачем страдала, да? Чтобы потом съесть? Рука не может сосать. Она родит, и она их кормить не будет. Они сразу будут есть корм. Это, между прочим, земочки на аквариум бывшие. Земочка у нас срипнулся. А прикинь, если реально... Ты знал об этом? Я сейчас пойду к Санюшу. Ты говоришь, что ты был больше желающим. Саша, не уверен, что это... Дима, у нас не то. Литража, рожая, может, это реально не та. Давай ты тоже родина. Давай, подбодри ее, подбодри. Давай, тушися, давай, давай, давай. У тебя будут прекрасные, красивые дети, ипотека, детский садик. Потом в очередь надо уже вставать. Да, увидишь, что это будет. Я думаю, что он реально перепутал рыб, а и пожать не там. Девочки, как вам выходные? Так, ну что, Саша согревает воду кипятком. И потом будем делать уху. Потом, слышишь, вот это флэй. Зачем мне солнце? Посмотрела? Да, идеально. Отлично. Теперь красивый будь. Мы вернули туда, значит, нам надо немножко... Во, туда, смотри. Раз, два, три. Монако. О, отличный переход. Немножко голову передпадай. Блядь, я говорю, немножко надо. О, отлично. Теперь. Похвалили. Мы вообще совсем накосячили здесь. Красивая. Да, вчера, помните, полочку делали? Все оценили твою книжоночку. Моменты в жизни. Чувствуешь что-то теперь? Дыба, дыба. Вот сюда посмотри. Юля у нас утрешила быть дизайнером. Делает модный аксессуар. Блин, я мало верится. Мало, наверное, да? Нормально. И можно сделать подвороты. О-о-о-о. С подворотами. Пойдем дальше вешать. Сашуля купил новые гирлянды и старые отдала мне. Ну, красиво же. Мне все, Маша уехала. Напоминание, дружеское напоминание. Машуля улетела днем. Да. Уже мне. Сегодня Алекс решил делать новогодние нам настроенницы. Машулечка на Машулечка. Это скорее всего не уедет, потому что она еще не приедет к этому. О-о-о-о. Сау-бюре-по. Хлопаем. Сейчас можно еще эпилетики сделать. Нет, давайте с эпилетики. Уже. Умничка, мужчинка в нашей семье. Будем смотреть, как телевизор. Они реально пошли смотреть на улицу, как это выглядит со стороны. Ну-ка. Что вам надо? Моменты в жизни. Елечка решила перекусить. Вот пьет кофе с грибами. Ну, чисто питерский ланч. Машулечка тоже ем. Я его зачем купила? Чтобы что? Саша купил соковыжималку. Будем питоняшками. Джуси фреш. Короче, маме на Джуси. Это про Сашу пей эту песню. Какая-то штука. Он даже купил самокатик апельсины. Будем пробовать. Давить, выжимать. Запускай. Ну, чё? Прям фреш? Прям джуси? А, Олег, стынительный соков. Реально вкусно? Очень вкусно. Без сахара. Гоним, гоним. Из килограмма 600, я думаю, это нормально. Он так гонит, само гоно. А кто-то будет гнать сок. Слушай, ну реально приятно. Теперь смотрим на бжих. На бжих. На бжих. Он важноватый. Это был. Обзор на бжмых. Саша бжмых. Моменты жизни. Александр вчера делал фреш джус сок. Я решила этот бжмых, который у нас ставил, повести в хорошее дело. Сделала пирог-кекс. Обычно у нас Маша делала всякие кексы, но вот она уехала, приходится делать самой. Ни разу этого не готовила кексы. Юля говорит, что очень даже довольно-таки приятно. Слушай, реально приятно. Такой прям апельсиновый вкус. Реально? Апельсиновый. Тесте? Тесте. Фреш. Еще одна девчоночка покидает наш татар-френд-хаус. Вот Юлечка покидает наш татар-френд-хаус. Теперь мы останемся с Сашей вдвоем. Пойдем, мать, проводим свою. Вот дочь твоя. Мима, пока. Мима, ну не поторала. Не очень так она что-то хочет заканчивать с тобой. Друзья, всем еще раз привет, кто смотрит сейчас «Моменты жизни». Я решила сделать небольшую такую ставочку о тех вещах, которые я не говорила вот в данный момент в декабре. Кто вы знает, у меня был мой хомячочек, мой маленький сладкий хомячок Джордж, который прожил со мной с начала нашей жизни в Питере. И по сей момент он отправился в свой хомячий рай. Я долго думала, говорить вам эту новость или нет. Но я понимаю, что рано или поздно возникнут вопросы. Да, что почему ты не снимаешь Джорджа, куда он пропал и так далее. Поэтому я решила вам сказать сейчас. Да, он, к сожалению, покинул этот мир. На самом деле, мне до сих пор больно об этом говорить и осознавать. Хоть я сейчас пишу эту подводку в марте. А видос как бы про декабрь. Но самый главный минус всяких домашних газунов в том, что они живут очень недолго. Чтобы вы знали, я его безмерно любила. Я его ухаживала. Узаботилась максимально, как я могла. Для меня был не просто какой-то очередной хомячок, который у меня был в детстве. Я никому так не привязывалась, как к нему. А для меня он действительно был таким маленьким сладким хомячочком. Моим одушенным, моим счастьем. В общем, ну все, я вам сказала эту новость. Теперь мы продолжаем с вами смотреть «Моменты жизни». Мы приехали в Выборг. Тут такой замок. Александр говорит, что там раньше проходили ритерские бои. Он обнесен водой. Все получим канонам Средневековья. Прошу вам внимание, Выборг. Причем он, походу, везде так выглядит, по всему городу. Вот, например, здание, оно жилое. Это жилое здание, оно, скорее всего, аварийное. Александр говорит, что искренне нет отопления, они топятся одними дровами. Меня прям очень сильно это расстраивает. Такая-то такая тоска появляется. Пришли в парк Монреппо, и тут такая вот елочка со снеговиками. Смотрите, какие они довольные, радостные. Happy New... Это вообще... И пень. Если меня спросят... Что тебя спросят? Как выглядит гринз, я им покажу эту фотографию. Мы пошли посмотреть на какой-то склеп, который там уже разрушается. А еще тут есть падающий камень. Немножко сейчас обледенел. Его держит корнями только одно дерево. Нептуна, такое дерево? А это храм Нептуна тут тоже есть? Нептуна. Нептуна, а что? Храм Нептуна. А что? Нептуна? Это твой дом. У нас Александр любит очень много. Нептуна, что Птуна, блядь. Александр говорит, что он может оживить этот родник. Александр. Впереди потекла, оживает. Я как это. Повелитель родников. Кто там из Винкс? Не знаю, не помню. Я тоже не знаю. Но кто-то из Винкс. Там вот тоже есть крис. Инчентикс. Волшебность. Моменты жизни. Приехали с Александром посмотреть на ёлку. Она живая. Тут смотрю, сколько гирляндров здесь. В этом году я украшу на сцене советского модернизма. Любуется. Вот маленькие ёлочки для маленьких детишек. Столько света. Сколько миллионов. Видели ли я? Я буду душнить. Я не совсем понимаю этот прикол. С ёлками живыми. С этими гирляндами с выделением бюджета. Чтобы это всё было по красоте. Даже если бы искусственную вставили, столько же бы денег выделили. Ну, один раз и на века. Так, мы мерим для скатерти, чтобы всё улезло. Бибочка, всё нормально? Вмещается? Оставляем список продуктов, что нужно нам будет купить на Новый год. И у нас основное блюдо курица с картошкой. Ингредиенты курица и картошка. Она всегда такая офигевшая вообще. Бибочка, давай красиво снимем. Вау. Ну, а сегодня стичер. Последнее новогоднее занятие в этом году по английскому. Гираем, кто хочет стать миллионером. Естественно, на английском кассаем новогодние тематики. Тут такие спецэффекты, просто трендец. А вопрос вообще тем более. Так. Угадала, дальше идём. What is his name? Рудик. А где Рудик? Рудольф. А чем отличаются Рандольф и Рундо... Конечно, у меня ещё две подсказки есть. Угу, я думаю, что это джингом бэлз. Даш, мы выиграли миллион. Ура, я как инстасамка, мами на доллар. Ты понимаешь реально? Я понимаю реально. Я. Моменты в жизни. Сколько ты сделал, Оливье Алексей? Не столько. Ну, покажи. Это не на Хамео. Ну, покажи. Нет. В общем, мы же остались вдвоём с Александром в этом году на Новый год. И он готовит все наши блюда праздничные. Мне заставляет 6 килограммов. 6. 6 килограммов, я так сказала. Александр купил красивый скатер для стола новогоднего. Посмотрите. Я думаю, сам утворок. И чё? Позвонили ребяткам, девчоночкам, чтобы мы были полностью в составе в новом году. Девочки, как дела у вас? Обыкать. Папа, что у тебя в пикселях. Нормально. Чё кушать приготовили? Это Саша сегодня целое утро готовит. Конечно. Он меня заманал, что со вчерашнего вечера. На улице продавать банками сок. Да, будем торговать. Можешь подяжить, типа водой распадать. Маши крыжать, она просто полная. Уже полночь. Уже полночь. Поздравляю. Пусть в каждом доме будет. Полночь или нет? Я не знаю. Как можно больше. Чему там показывать? Пусть часть. Нет, чё вернула. Ну, чуть-чуть. Если тебе понравился данный выпуск, обязательно поставь ему лайк. Также для всех любителей такого формата на канале есть целый плейлист. Обязательно заходите, смотрите, смейтесь и отдыхайте от всей этой суеты. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok